Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Еще одного чиновника наказали за хамство. Миллион тенге за особый вклад в развитие образования. Гонки по бездорожью. Подробнее смотрите в сюжете Амины Смаковой. Еще одного чиновника наказали за хамство. Заместитель Акима района имени Казбек Биби Сенусенов позволил себе выставить за дверь пожилую карагандинку. Поступок не остался безнаказанным. Государственному служащему объявлен строгий выговор. Так решил дисциплинарный совет агентства по делам госслужбы региона. Жалоба на чиновника поступила от пожилой карагандинки. Женщина пришла к нему на прием, чтобы пожаловаться на некачественный ремонт двора. Недолго думая, заместитель районного главы выставил пенсионерку за дверь. Да так, что женщине стало плохо сердцем, понадобилась помощь врачей. В отношении чиновника провели проверку. Факт подтвердился. Дело рассмотрели на дисциплинарном совете. Причем в объяснительный заместитель Акима района имени Козыбекби указал, что так поступил бы любой уважающий себя госслужащий. 5 сентября во второй половине дня в категорической форме попросил выйти из кабинета женщину старше 50 лет, поскольку она ворвалась в мой кабинет с возгласом «Астана будет решать этот вопрос». Также я сказал, что приемные дни по вторникам в 17.00. И если не терпит отлагательств, оставьте заявление в канцелярии. Считаю, что любой уважающий себя госслужащий повел бы себя точно так же. В свое оправдание Бесен Усенов заявил, что инцидент произошел из-за того, что аппарат Акимата сейчас располагается во временном здании. На входе нет дежурных полицейских. Будь они на месте, ничего бы не случилось, поскольку пенсионерку вообще бы не пропустили здание. Мы говорим, что нельзя отгораживаться полицейскими кордонами. Вы как руководитель, как заместитель Акима не должны были так поступить. Тем самым дисциплинарный совет конкретно установил нарушение норм служебной этики и наказали строгим выговором. Данный строгий выговор действует в течение шести месяцев. В течение шести месяцев он теряет, если будут какие-то премиальные, он теряет получение премиальных по итогам года. Ну и впоследствии при передвижении по служебной лестнице, конечно, этот выговор будет учитываться. Отметим, что с начала года на восьми заседаниях дисциплинарного совета были рассмотрены дела 52-х чиновников со всего региона. По итогам один был уволен, шестеро получили выговоры. Ирина Камышева, Габиден Куржбеков, Асхат Эбидулов, Первый Карагандинский. Миллион сенге за особый вклад в развитие образования. Ко дню учителя Акимобласти Баужан Абдишев вручил премии лучшим педагогам региона. 200 тысяч тенге, отличившимся работникам сферы образования. В канун профессионального праздника эту награду получили 14 человек в различных номинациях. Лучший педагог, лучший мастер производственного обучения, лучший педагог инновационных организаций образования и другие. Анна Брыксина стала лучшим учителем-предметником. Преподаватель биологии 23-й Тимиртаусской школы уверена, у современных учителей сейчас новое призвание. Сегодня в условиях модернизации нашего всего образования учителю работать приходится не просто учителям, а больше наставникам. То есть он должен направить ученика на ту работу, на которую он должен сделать. Поэтому сейчас самое главное, чтобы наши дети поняли, что они должны учиться, что они должны учиться всю жизнь. Поэтому мы эту работу и проводим. Еще три работника сферы образования получили по миллиону тенге от Акима области в номинации за особый вклад в развитие образования. В современных условиях учителя вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие региона, активно участвуя в реализации реформы образования, решая задачи, поставленные перед образованием президентом нашей страны Турсултана Абищем Назарбаевым. Глава региона отметил, что в области ежегодно увеличивается финансирование отрасли. И сейчас оно составляет порядка 65 миллиардов тенге. Ведется работа по модернизации школьных зданий и оборудованию современными предметными кабинетами. Команды Карагандинской области 6 лет подряд удерживают звания лучших на республиканских олимпиадах по общебразовательным предметам и конкурсах научных проектов. Ирина Камышова, Габедин Курышбеков, Асхат Эбидулов, Первый Карагандинский. Встреча спустя 40 лет. В стенах родной 18-й школы встретились выпускники и учителя. Среди тех, кто закончил это учебное заведение в 1973 году, пошли по стопам своих наставников и стали преподавателями. О том, какая была встреча, в следующем сюжете. Это выпускники 1973 года. Многие из них с друг другом не виделись уже 40 лет. В день учителя бывшие одноклассники решили навестить свою школу у любимых учителей. Валентина Гурьева – классный руководитель 10-го класса. Она хорошо помнит каждого теперь уже взрослого и успешного выпускника. В 1973 год вот эти ребята. Вот они мне так почему-то запомнились, потому что это был первый мой выпуск из 10-го класса. Самые яркие – школьные годы. Воспоминания о них пронесутся через десятки лет. Сегодня тот самый случай, когда можно уже рассказать о том, что когда-то было таким важным. Вспомнить все с улыбкой на лице. Очень-очень-очень горячо. Здравствуйте. Вообще хорошие ребята. У нас выпуски вообще были очень добродушные и веселые, и дружные ребята. Очень дружные. Вот даже сейчас мы встречаемся, обнимаемся, целуемся. Наши мальчики нас учили кататься. Тогда раньше в советское время у них все были коньки. Кто на валенке завязывал, кто в таких фигурных коньках катался. У нас был очень хорош. Я не сомневаюсь, что через еще лет 40 встречится со своими сокласниками. Встреча прошла на позитивной ноте. Выпускники делились воспоминаниями о школьных годах, вместе просматривали старые фотографии. Все они друг другу пообещали увидеться еще раз в этот же день, День Учителя. Амина Смакова, Кайрат Рашитов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Кайрат Рашитов, Абидулов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Абдирова, 9, телефон 909-909. Тонну мусора собрали студенты в минувшие выходные на одном из популярных пляжей Караганды. Около 70 волонтеров, организовав субботник, полностью очистили территорию возле Федоровского водохранилища. Подробнее в следующем сюжете. Студенты и просто активная молодежь изъявили желание устранить последствия летнего сезона. Прибрежная территория Федоровского водохранилища пистит разноцветными пакетами, бутылками и прочим бытовым мусором. Основная цель генеральной уборки – привить чувство ответственности и заботы о родном городе у молодого поколения. Мы сейчас планируем пройти вдоль берега, очистить определенные места, где прям сильно загрязнены. Я думаю, что результат в любом случае будет. Конечно, хотелось бы, чтобы и жители сами видели этот результат. В числе активных участников субботника – члены молодежного движения Жасыл Ель. Они уже на протяжении пяти лет занимаются пропагандой здорового образа жизни и соблюдением чистоты и порядка в шахтерской столице. Водохранилища. Основная цель – это привитие экокультуры, пропаганды, охраны окружающей среды с участием силами студентов горного бульжа и коргу. За несколько часов субботника активисты заполнили мусором грузовик, а это около тонны отходов. Несмотря на холодную погоду, мы не поленились прийти на субботник и убрать эту территорию. Таким образом, сегодня молодежь помогла очистить территорию возле Федоровского водохранилища. Амина Смакова, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Аллея чемпионов дополнилась еще несколькими десятками сосен. В посадке зеленых близ Ледового дворца Караганды-Арена приняли участие глава региона и спортсмену. За лопату взялись карагандинские призеры по различным видам спорта – грибцы, юные тэквондисты, боксеры и хоккеисты. Каждый из них в этот день внес в свою лепту возеленение шахтерской столицы. Власти города для этого предоставили им все необходимое – лопаты, грабли, ведра и, главное, саженцы молоденьких сосен. Несколько часов работы и на аллее чемпионов высажены более 40 хвойных деревьев. В Караганде появилась еще одна детская площадка. Новый развлекательный комплекс установили возле дворца детей и юношества. Карусели и качели уже испытали на прочность проживающие в близлежащих дворах маленькие горожане. Красивые, разнообразные и, что самое главное, надежные карусели позволяют детям весело проводить время. Для родителей неподалеку установили скамейки. Отметим, что в этом году это уже третья по счету детская площадка, которую установили местные власти. Мы надеемся, что это станет одним еще и излюбленным местом наших детишек, наших горожан. Цель этого мероприятия, прежде всего, это поддержание здорового образа жизни, ну и также благоустройство и улучшение внешнего вида. Открытие площадки провели с размахом. Для малышни организовали празднично-концертную программу с призами и подарками. Вносим свою частицу, свой вклад в развитие инфраструктуры города. Для наших карагандистов, чтобы им было место, где гулять с детьми, для родителей, чтобы полезно и с пользой проводили время свое. Детской площадкой довольны и дети, и взрослые. Глядя на счастливых малышей, можно сказать, новое игровое поле пришлось им по душе. Мне очень понравилось детскую площадку, потому что я катался уже на этих горках, качелях. В Караганде разыграли кубок города по кольцевым гонкам «Автомир Трофи-2013». В этот день любители экстремальной езды за полтора часа преодолели несколько десятков километров бездорожья. Среди участников оказались не только карагандинцы, но и гонщики из других городов Казахстана. Все подробности у Амины Смаковой. Рев десятков моторов в бешеный темп соревнований. Джиповка в Караганде собрала десятки любителей внедорожной езды со всей страны. Многие из них на автогонках не впервые. Как говорят любители экстрима, кто попробовал один раз, заболеет этим навсегда. Иван Детчиков один из таких. Уверен, что внедорожник способен на многое. Сегодня рассчитывает лишь на победу. Море адреналина и позитива. И в оконцовке вечером очень много усталости. Но на утро все равно очень хочется опять на трассе. В гонках по бездорожью самое главное – это два участника – пилот и штурман. В задаче штурмана входит следить за дорогой, подсказывать пилоту, как правильно дойти до финиша. Стоять. Организаторы рассказывают, гонки проводятся уже третий раз. Автомобиль каждого участника проходит тщательную проверку. Во время заезда дежурит машина-спасатели. Подать заявку на участие мог любой желающий. Даже внедорожник иметь не нужно. Главное – стремление к победе и внутренний драйв. Чтобы подготовить свой автомобиль к экстремальным гонкам, требуется около 15 тысяч долларов, рассказывают участники заезда. В эту сумму входит апгрейд недорожника и проверка двигателя. Кстати, число победителей не будет ограничиваться одним человеком. Будет две категории. Первая категория – это туризм. То есть неподготовленные автомобили, диаметр колеса, у них шин до 33. И потом вторая категория – это уже более боевая техника, подготовленные прототипы. И в каждой категории будет три места. То есть, соответственно, каждые шесть призеров получат свои призы. Толпа болельщиков ликует. Сюда пришли не только родственники и близкие автогонщиков, но и просто любители экстрима, которые хотят получить порцию адреналина. Я пришла поболеть за своего мужа. Мы с мужем вместе пришли посмотреть. Я пришел поболеть за Гену. Хороший знакомый. За него приехали специально поболеть. Гонки по бездорожью – это тоже спорт. Поэтому здесь тоже есть свои правила и запреты. Снимет шлем, расстегнет шлем во время заезда. Этому человеку подходим и снимаем сразу с гонок. Без разговоров, без ничего. В регламенте это сейчас прописано. Ремень не пристегнут. Вылезли из болота. Вылезли из болота, ремень не одели, сели, поехали. Фары включенные. Если залило, потухли в воде, ничего страшного. Участники готовы рвать и метать, чтобы выбраться из болота первыми и забрать главные призы – бытовую технику. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Молодые курсанты Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан принимали присягу в день 90-летия основателя высшего учебного заведения Берембека Бесенова. Учиться в Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан не просто перспективно, но и почетно. Это специальное высшее учебное заведение было образовано в 1969 году и его первым начальником стал участник Великой Отечественной войны генерал-майор, профессор права Борембек Сарсенович Бесенов. Это человек с большой буквы. Кавалер орденов Отечественной войны первой степени и дружбы народов. Медали за боевые заслуги, за взятие Берлина, за освобождение Праги, за победу над Германией. Тогда практически все было впервые. Внедрение ППМ, передвижных пунктов милиции, первые тренажеры для курсантов и преподавателей. Первым быть всегда сложно. Зато о Карагандинской высшей школе милиции заговорили на всем постсоветском пространстве. В 1980 году КВШ было оказано доверие обеспечивать охрану общественного порядка в период проведения 22-летних Олимпийских игр в Москве. По итогам этого события начальник школы генерал Бесенов был награжден орденом дружбы народов. А многие сотрудники и слушатели поощрены правительством и Министерством внутренних дел СССР. Он обладал такой силой и убеждением, харизмой, что пригласил на работу в наше учебное заведение уже довольно зрелых в то время ученых, которые работали в тот момент в Казахском государственном университете имени Кирова в Алма-Ате. Алма-Ата, вы знаете, успешно, уютно, но тем не менее они поверили ему и приехали сюда. Идеология преподавания, созданная Боримбеком Бесеновым, служит до сих пор и является опорой для дальнейших научных разработок. Присяга дается единожды и на всю жизнь. Этот памятный день 90-летия Боримбека Бесенова запомнится курсантам. Они продолжатели традиций, заложенных первым начальником учебного заведения. Сегодня большой праздник в Академии. И вы должны отлично учиться, чтобы в дальнейшем с полной отдачей работать на благо страны и людей. К памятнику первому начальнику Академии Боримбеку Бесенову возлагаются цветы среди почетных гостей и его сестра. Всем желаю успехов и здоровья, особенно тем, у кого родные работают в правоохранительных органах. Пусть в стране будет покой. В актовом зале силами слушателей Академии подготовлено театрализованное представление из жизни профессора права Боримбека Бесенова. Сегодня Академия является одним из ведущих юридических вузов Республики Казахстан, где занятия проводятся на самом качественном уровне с использованием новейших методов и форм обучения. Систематически ведется работа по рецензированию проектов законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, диссертаций и авторефератов, оппонированию диссертаций. Сотрудники Академии являются членами специализированных советов образовательных и научно-исследовательских учреждений. У Академии широкие связи с мировым сообществом. В Казахстане было создано уникальное учебное заведение по подготовке специалистов для правоохранительных органов. Основателем и первым его руководителем был Боримбек Бесенов – человек неравнодушный, с горячим сердцем. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Карагандинский «Шахтер» обыграл шенкенские ордобасы со счетом 3-0. На днях завершился матч 29-го тура Казахстанской премьер-лиги, который, к слову, принес неожиданные повороты событий. 3-0 – долгожданная победа Горняков. Голы на свой счет записали Джидич, Зинькович и Габышев. Карагандинский «Шахтер» борется за попадание в тройку призеров чемпионата страны. Однако не крупная победа заинтересовала футбольную общественность Казахстана, а стычка главных тренеров команды. Интернет пестрит информацией, что наставник карагандинской команды Виктор Кумыков напал на своего коллегу из ордобасы. Инцидент произошел, когда шемкенцы сидели в автобусе и собирались отъезжать в гостиницу. В этот момент Кумыков якобы поднялся в машину и набросился с кулаками на Виктора Пасулька. Здесь нет игры совершенно. Нет игры. Команда не играет в футбол. Команда играет совершенно, на мой взгляд, антифутбол. Как оказалось, именно эти слова задели наставника Горняков. Однако Виктор Кумыков заявил, что просто попросил Пасулька, чтобы тот не лез с дела карагандинской команды, занимался своими. Цитируем, если бы я его побил, он бы не раздавал интервью. Тем временем стычку между наставниками рассмотрят на ближайшие контрольно-дисциплинарные комиссии Федерации футбола Казахстана. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости Перу Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю номер телефона нашей редакции 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова